Приветствую вас и совершенно удивительно, как можно в общем-то в небольшом сообщении, в небольшом письме передать, на мой взгляд, так много информации о ситуации. Вы знаете, я уже какое-то время отвечаю на вопросы, могу сказать, что бывают очень длинные вопросы, длинный текст, большой текст, длинные письма, и иногда читаешь много-много текстов и понимаешь, что в них вообще ничего нет. То есть человек просто описывает какие-то обстоятельства и все. У вас же ситуация такова, что, казалось бы, немного-немного совершенно написали, но почти в каждой строчке кроется такой вот прям невероятный уровень информации, с которой можно работать. Не знаю, особенно вы так сделали или нет, но вообще это очень здорово, и за это мне хотелось бы вам сказать, наверное, спасибо. Значит, первое, что вы пишете, это то, что захотите далеко друг от друга, но очень любите человека. Значит, отношения у вас на расстоянии. Следовательно, сразу к вам вопрос. Вот если отношения на расстоянии, то к чему вы вообще выбрали вот такой способ личной жизни, такой вектор личной жизни, такую форму личной жизни? Когда с человеком вы далеко друг от друга, не всегда можете видеться, не всегда можете там быть вместе, и, в общем-то, все достаточно неопределенно, нет достаточного уровня доверия между вами, потому что вы далеко друг от друга. То есть, что повлияло на вас при выборе такой формы личной жизни? Почему вы не могли, не захотели, не попробовали построить отношения с более близкими людьми, которых можно регулярно видеть, регулярно встречать и так далее? Это, наверное, первый вопрос к вам. То есть, обычная личность человека, она, ну, как бы склоняет его к такой вот форме. То есть, это либо человек, который обжегся в отношениях, который имел опыт неудачный, негативный, который разочаровался вот в привычных, общепринятых каких-то алгоритмах поведения мужчины и женщины. Либо это такой закрытый человек, который мало кого впускает в свою личную жизнь и который, вообще говоря, открывается очень немногим. И вот тот человек, который далеко от вас, он краски вас открыл. Ну, то есть, вы ему открыли. Понимаете, в чём дело? Если вы далеко живёте друг от друга, то по началу вы видели образ человека, а не его слова. То есть, конечно, что-то у вас было реальным, но что-то вы додумали. И вот всё это вместе, то, что было реально и то, что вы додумали, и создали этот образ человека, на который вы опираетесь теперь. И опираясь на этот образ теперь, вы, наверное, не ожидали, что произойдёт с вами то, что произошло. И вот здесь первый момент, как я уже сказал, если вы тяжело открываетесь людям, то это застенчивость, это трудности в общении, это, значит, зажатость. Если вы обожглись, то это не проработка драмы, которая у вас произошла, нанеслась вам в результате разрыва отношений. А если вы, ну, как бы, по желанию совершенно вступили в отношения с этим человеком, то определённая организация этих отношений у вас, ну, мягко говоря, страдает. То есть, вы живёте далеко друг от друга, очень его любите, подразумевается, что и он вроде как вас любит, наверное. И вы не... у вас нет чёткого плана по совместной схизне, по организации постоянного нахождения друг с другом. То есть, ваше... ваше нахождение вместе – это как праздник, это как исключение из праздников. И вот почему вы согласились на такую роль? Ради чего? Для чего? Большой вопрос. Переписка с другой женщиной интимного характера, которую вы нашли, свидетельствует лишь о том, вот по факту, что мужчине мало женского внимания. Что, кстати говоря, неудивительно, если учесть, что вы живёте далеко друг от друга, и везде бываете не всегда и не часто, как я понял. И понятно, что мужчина не может чего-то от вас получить, и пытается получить это от другой женщины. Ну, специфика ваших отношений поражает и специфику по виде их поведения. И вот исходя из вашего текста, я, конечно, может быть, чего-то не понимаю, но отношения на расстоянии – это отношения неестественного характера. Специфичный вид отношений. Специфичный вид отношений. Значит, и поведение вашего мужчины тоже будет специфичным. Вы не написали, сколько времени вы не видите, сколько времени вы проводите вместе, вы не спрашивали, с какой периодической силой это происходит, да, как часто. А, да, если мужчине этого мало. Ну, вообще, это нормально. Это нормально, что ему мало. Даже на нас следует, что действительно ему мало. Мало женского внимания. Далеко не каждый может там себя охранить и контролировать. Кроме того, если нет доверия у вас, а раз вы посчитали переписку, значит, доверия нет, то у него, может быть, доверия нет к вам. Ну, такого полного. И это значит, что человек вполне может думать, что мало ли что, хоть что вы делаете, пока его с вами нет. Почему он должен делать? И дабы не жертвовать собой, он вот и получает то, что ему нужно. То есть, по сути, соглашаясь на отношения на расстоянии, вы соглашаетесь на все вот то, о чем вы говорите. Ну, другое дело, принимать это вам или нет, это, конечно, уже вопрос морали. Я не говорю, что вам нужно все это проглатывать, терпеть, но, тем не менее, вы, прежде чем уходить, вы еще раз подумайте, а так ли это все оскорбительно и страшно. Ведь вы живете далеко друг от друга, вы не можете выполнять друг для друга полноценную роль мышки и женщины. Возможно, вы не можете друг друга полноценно удовлетворять. Или, допустим, если достаточно вам, то недостаточно ему. Поэтому, по первой сфере, зависит от темперамента, от физиологии и прочего. Ну и, если вы человека любите, если вы понимаете, что живете далеко и не можете быть все время вместе, то, может быть, стоит принять то, что он делает. По крайней мере, пока вы далеко друг от друга. Если вы будете вместе жить и живя вместе увидите, тогда да, это принимать нельзя. А пока одна специфика раздает другую специфику. Разве нет? Ну, тем не менее, это вопрос скорее моральный. То есть, если вы это принимаете, то вы это принимаете. Если вы этого не принимаете, то, соответственно, не принимаете. Это, как бы, вам мешать. Но, тем не менее. Далее. Ну или говорить? Говорить не нужно, потому что это, действительно, некрасивый поступок. Но, если мужчина переписывает другую женщину, значит, ему чего-то не хватает. Вот вы обратите внимание на то, чего мужчина не хватает, и постарайтесь ему это предложить. Постарайтесь об этом поговорить. И тогда у вас появится понимание того, хочет ли мужчина получать именно с вами полноценно то, что ему не хватает. Если хочется, то есть переписка с другой женщиной, и все остальное – это временно. Это несущественно, несерьезно, и только пока он не может с вами удовлетворить то, что ему нужно. А если у него особого желания нет, значит, ему так удобно, и тогда такого мужчину нужно бросать. Вот, в принципе, это вот прямо, мне кажется, по факту то, что вас произошло в первом, в первой части. Далее вы пишите наполнение о том, что переписки интимного характера, соответственно, связаны на уровне флирта. Имеется в виду, что связь более близко. Но, опять же, вы это знаете наверняка, может быть, они просто занимаются так же, вот, например, вы далеко не знаете, да, и, наверное, представляют друг другу что-то интимное. И, может быть, такая же переписка и там? Или вы получили подтверждение того, что они встречались и проводили вместе время? Так, ага, вы были не вместе. Если так, то, да, опять-таки, тем соответственности, о которых я говорил. И актуально все то, что я сказал. Странно. Если же вы не уверены в этом, если бы просто увидели интимную переписку и сами додумались, что они были вместе, простите, этого наверняка вы не знаете. И не нужно опять дорисовывать себе образ, основываясь на только том, что у вас есть. У вас есть часть. Полной картины у вас нет. И, соответственно, лучше опираться на факты и не додумываться, чем накруживать себя. Но в конце вы пишите такую вещь, которая, как бы, намекает на то, что вы не можете себя не накручивать, потому что, значит, уходить самой, раз человек не оценил верность и преданность, когда другой не умеет. Ведь всегда найдутся красивее, лучше, молодых. То есть, иметь место быть с вашей стороны неуверенность в себе, иметь место быть с вашей стороны в сравнении с себя, с другими, и, собственно говоря, наверное, у комплексы сомнения в себе. Ну и до тех пор, пока вы будете прибывать в подобном состоянии, конечно, у вас ничего не получится. Нужно разбираться с комплексами, нужно принимать себя такой, какая вы есть, нужно четко определять ваши достоинства, ваши недостатки, какие-то недостатки необходимо купировать, какие-то недостатки необходимо принимать в себе безоговорочно, чтобы любить себя. И вот это вот, наверное, самое главное – вам нужно любить себя. И если вы себя не любите, а пока вы себя не любите, потому что, как вы говорите, «всегда найдется красивее, лучше, молодше». То и вас любить не будут. Пока вы с собой не дорожете, и вами дорожить не будут. И пока вы считаете себя самой лучшей, и самой красивой, и самой молодой – Неважно в каком смысле, в душе, так далее, в молодости, это не только тело. У вас никто такой считать не будет. И теперь давайте подумаем, а что стоит в качестве блока для подобного восприятия себя? Что стоит в качестве препятствия на этом пути? И вот с этим вам нужно разбираться. Не есть ли препятствия, которые не позволяют вам себя любить, не позволяют вам себя оценить, уважать и принимать кое-какое вы есть? Не есть ли препятствия, но оставили вас вступить в подобные отношения на расстоянии? Вот такие вопросы вам нужно проработать. Самостоятельно, и если вы хотите что-то реально в себе изменить, то, соответственно, с психологом. Потому что комплексы это достаточно сложное образование, которое вот так просто разбить у вас не получится, потому что это устоявшаяся модель поведения. Я не стану говорить, в чем они проявляются, я не стану пока говорить, что они из себя представляют, просто чтобы вас поначалу не пугать и не как-то настраивать еще больше на то, что ваша ситуация как бы безвыходная. Это не так, безвыходных ситуаций не бывает, в принципе, никогда. Я думаю, что с вами нужно работать. Ну и определитесь для себя, как вы относитесь к тому, что произошло в итоге. То есть, согласны ли вы с той позиции, что специфика порождает другую специфику? Если нет, то, соответственно, вам нужно эти отношения заканчивать, предварительно узнав, готов ли мужчина что-то менять в них. То есть, готов ли мужчина переводить, например, ваши отношения во что-то большее, видеться чаще, регулярнее и так далее. Ну, не нужно. Не нужно вот на основе вот этого эпизода решать судьбу всех отношений. Более, что они у вас длятся не первый месяц и, наверное, не первый год. Разбить отношения, разрушить их всегда легко. Ну, а новые построить гораздо сложнее. Поэтому не торопитесь развивать, не торопитесь уходить. Это всегда успеете. Лучше попробуйте удержать, попробуйте сохранить. И если для этого придется обработать на собой и снижать что-то в себе, то тогда, думаю, вы сделаете это с тем экспертом, которому доверитесь, которого захотите сделать, так сказать, своим проводником в новую вас и в новую жизнь, в более качественную жизнь, в более правильное понимание того, что происходит и, наверное, в более уверенное ощущение себя самой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.